вот пастухи пришли спать бы помогали деревенским вот там коровы вот ребятишки грибочки нашли так давайте бегом фу иди домой иди давай 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 забегать любит да я поснял уже все ой алабай пришел а да алабай давай балабай настоящее посетитель не остановите еще шпарится ну ладно потом давайте поможем аминь 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 ну что сказать день был необычный да я назвал ролик три ролика сняли всеобщая проверка лагерей по указанию президента российской федерации вот такой заголовок ну действительно так они конечно ехали подполковник он вообще никакой роли не играл но они это заручились что не пускают нас а то другое вдруг все двери открыты настежь я сказал это ради президента я взял и флаг вывесил ради президента убрали уже флаг висел наш прикол ну это у нас сложилось впечатление такое что подтверждаются мои слова а я всегда говорил у Владимира Владимировича Путина президента российской федерации очень хорошая команда советников по всем областям у нас народа не хватает не хватает двоих человек где там ну кого не хватает где там Степа где Тараса не хватает Степа не хватает ну и идут они где они вон они идут вон они идут посмотри Галя глянь они как шпарят и где пастухи наши там не главное живой ты ну давай палка да не маши ну что их надо обувь на просушку поставить сейчас пораньше лягут спать чтоб обувь просохла еще бы не могли разуться пройти в сухой обуться зачем бы в воду то залезли я разулся я разулся я разулся я разулся надо разуться было обувь взять в руки штаны закатать или снять прошел оделся и опять он как алабай сухонький ходит а он вообще сам алабай 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 ко мне все алабай кто собаку уберет завтра руки поможет и вот что нельзя так сцарапаться что ты еда тебя забыла спросить кому не надо так слушать внимательно мне так видится я могу может быть и не прав быть но все это дело хороших советников президента я давно об этом говорил по всем областям одному человеку всего этого нельзя знать да он и не обязан знать для этого советники есть и думаю что советники дали указания не давить как раньше маленько не так там то другое в кастрюле там у нас эмаль маленько отбита и то указание сделали вредно эмаль уронили покрышку на ней эмаль отскочила это может заразиться кто это знал смеяться будут люди но мы это закрасить можем дело в том что они давали рекомендации я сейчас съездил к Андрею Устинову и заказал доски но у него там с пилой неладно еще что то четыре примерно доски из твердого дерева и что интересно у него упало там дерево на доски которое он видимо на другой употребил и два дерева повалило и они упали на доски переломили как раз для нас доски теперь есть поломанные что ли поломанные ну в таком месте они прибиты были они прибиты были на дело у него а клён упал и оторвал их и разломил и теперь он может их употребить нам на это а иначе бы они у нас не были подожди не доски разломили а дерево для другого и они теперь это выполняют и дают нам рекомендательные они поехали даже не просились дождь начался они сели я ждал ждал думали они вернутся он пригласил их обедать но они уехали мы благодарим Бога что Господь помиловал нас закрыть может что угодно не в том месте пыль собралась там или что то они не нападали это вообще редкий случай даже с анапидемстанцией как мне показалось они что то там лекарства какие то дали а там что за машина так что такое какой то у вазик там по дороге едет он бежевый лобай иди будешь защищать нас а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Добрый день! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Да, из барнаула. У лебяшки. Да, кофту одевай. Положи. Игорь Барабаш привез мальчика еще одного. Просят выйти вас там ознакомиться с протоколом. Ознакомиться. Пойдемте прочитаем. Поиск не дадут. Ну, вот так. И еще они хотят взять пробы с озера. Я как бы сказала, у нас открытое деревня. Походите воды. Ты ближе-то подходи. Никита где? Чтобы сфотографировал протокол. Где Никита? Молодец. 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 Он машину выгружает. Добрый день. Здравствуйте. Что-то уж совсем молоденькая полиция. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 26. Ааа. Да нет, взрослые. Конечно. Конечно. Только сели ужинать. Может отужините с нами? Ой, да спасибо большое. Мы уже как-нибудь. Ой. Это знакомь с распоряжением. Ааа. 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 Шарик-то сколько еще уже нет. Так, мальчик. Подожди минутку. А то его привезли, да? Да, да. Да, да. Надо будет все переходить. Необязательные документы. Ой, 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 ой. Необязательные документы. Игорь. Жерой stood в центре fry TIPS. Это так. А так же как jogar? Да-да, сейчас все на месте. Ах-х-х. Да-да-да, да-да-да. Ааа. Необязательно. Ах-х-х. А вам тут сколько километров? Молодец! Ух, мама моя дорогая! У меня сам самая задача первого моста, включи, подсказывай. Мне доить сейчас надо или не хочу, не сходи надо без ноги. Вот, привезли мальчика и дают какие-то документы. Посмотрите, что-то может сгодиться. Это справка из медицинского учреждения. Это привитки протилокомни. Это справки медицинские. Что можно сказать? Это памятка наша. Это наш документ. Вот еще его справка. Это от него же? Да, Максима. Это тоже медицинская справка. А согласие родителей? Согласие. Ну, она посылала. Разве это не согласие? Подождите. Она сказала, где-то здесь памятки есть. Это памятка пояснения, что не совсем согласны, расписались. Вот она как раз. Ну, дайте-ка почитайте. Да, вот она эта памятка. Это ее подпись. Она как раз и согласна. Это приездки протилокомни. Вот у нас все родители расписываются на такую. Так это капуста-то нам, что ли? Это наша, да. А, это ее купили, наверное, заплатили. Да, да. Это Микона, улица какая вы? Юго-Западная, 51. Ну, я подумал, уехали не попрощались. Сейчас объясняю людям вашу поездку. Знаете, предположительно, я всегда говорил, что Владимир Владимирович очень сильные советники. Я говорю, наверное, он дал совет такой, давать рекомендательный характер, а не душить лагеря, который в чем-то не соответствует их нормам. Я только сейчас о вас говорил, а вы вот и не подкажите. А можно я вот это вот сфотографирую, памятку? Или у вас, если есть, дайте лично. Нет, это как дам, это оригинал. Нет, нет, у вас. Если копия есть. Нет, вот фотографируйте. Можно? Пожалуйста. Так, это как бы в распоряжении еще раз, с которым мы приезжали 1.07. Ну а? Теперь оно все равно в силе останется. Вы от подписи отказываетесь в присутствии. Это я все это указала, так? Теперь я хочу вас ознакомить с сегодняшними документами, которые были проведены, которые были составлены после комиссии, которая была до беда. Так, протокол об административном правонарушении. Так, место составления 100 метров в северо-западном направлении от дома. Номер 14 расположено по улице Марии Лапкиной, поселок Потеряевска, Мамонтовского района. Я главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах Гасилина Алла Юрьевна. При проведении внепланной выездной проверки местной религиозной организации православных христиан Крестоводвиженская община города Барнаула обнаружила, что совершено правонарушение местной религиозной организации православных христиан Крестоводвиженская община города Барнаула. Место совершения. Детский трудовой православный лагерь «Стан» в честь святого мученика Климента Анкирского зарегистрирован в управлении Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю 139, расположенного в 100 метрах в северо-западном направлении от дома номер 14, расположенного по улице Марии Лапкиной, поселок Потеряевка, Мамтовского района Алтайского края. События правонарушения. Члены религиозной общины не прошли профессионально-гигиеническую подготовку и аттестацию. Личные медицинские книжки на каждого работника отсутствуют с результатами медицинских обследований. Данные прохождения медицинского осмотра не представлены. Не организовываемые мероприятия по дезинфекции, дезинфекции и дератизации. Отсутствуют списки поставщиков пищевых продуктов. Что с продуктами надо было делать? Подробнее. Списки поставщиков. Вы должны заключать договора на поставку пищевых продуктов. То есть вы должны знать и документально у вас должно быть подтверждено. У нас подтверждено. У меня все это есть. Для купания детей используется пруд, расположенный примерно на расстоянии 200 метров от лагеря Стана. При отсутствии документов, подтверждающих соответствие санитарным правилам к местам водопользования населения. Выданного органом осуществляющим функции по контролю надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического населения. Дело в том, что обязательно у вас должен быть разрешительный документ на вот этот пруд, что разрешает санитарно-эпидзаключение для использования в целях отдыха и купания детям. Первый раз слышу такое. 200 лет надо будет, через полтора года, 200 лет потеряю. Без документов все жили, никто не умирал. Ну, таковы требования. Ну да, это конечно. В 4,5 раза стал аппарат администрации больше, чем при этом. Обработка сырых и готовых продуктов, раздача готовой пищи производится в помещении для приготовления пищи на одном столе. Вот то, что мы с вами как бы... На одном, да, надо двадцать. Разделочный тарь и кухонная посуда не промаркированы. Как бы это тоже. То есть каждую кастрюлю надо подписать? Конечно, конечно, обязательно. Все это маркируется. Противоклещевая обработка в местах пребывания детей лагеря Стана не проведена. Медицинский персонал отсутствует. Кто? Медицинский персонал отсутствует. То есть у вас медика нету? Сейчас медик приезжает, врач, к краевой больнице. У вас как, договор будет или как у нас будет? Она еще наша община, она приезжает с внучкой. Врач, терапевт. Ну какие-то все равно документы должны быть. Она просто у вас будет отдыхать? Нет, она работает. Она за детьми смотрит. Человек, у нее, кажется, два красных диплома медицинских только. Ну, понятно. Где-то у вас же все равно должно быть... У вас, допустим, протокол мы сегодня прочитали, вы предоставили Наталье Михайловне, что у вас воспитатели, волонтеры, да? Да. Определены, то есть вот эти люди, как бы, вот это у вас уже своего рода документ. Не то, что вот словами, допустим, вы сказали и подтверждение обязательно. Ну, понятно. Нарушение, нарушение. Не сводится с нормами, которые основная педемстанция представляет. Так, на территории лагеря Стана не оборудована ногомойки. Не обеспечено... Подождите, ногомойки обязательно должны быть. Какая? Тазики у нас полно, тазиков, столько и сейчас ноги мыли. Должны быть ногомойки. Еще такое. Да все годы приезжала санэпидемстанция, не имела каких-то претензий. Тазики у каждого моют, тазах, вода. Не обеспечена бесперебойная подача воды в помещение для приготовления пищи. Как бесперебойная? Вода... То есть, должна быть у вас подведена вода к этому помещению, где осуществляется приготовление пищи. Да мы же приносим себе воду. Но я понимаю, что вы приносите. Она у вас приносная. Но это для лагерей, не для того, что мы находимся в степи. Нет, подождите. Дело в том, что существует... Я же вам объясняла в прошлый раз, что существуют санитарные правила, санитарное законодательство. Ладно, давай, чтобы не задерживать. Давайте, давайте. Так, невозможно проводить ежедневную влажную уборку помещения, так как в помещениях, где выпекается хлеб, приготовляют пищу, в кельях, где спят дети, полземляной. То есть у вас... Плохо. Ну да, конечно. А если деревянный, пожарник привяжется. Да ну... Хоть как будешь виновен. А как вы, допустим, осуществляете уборку? Да, влажную уборку. Подмели, сегодня только подмели. Ну понятно. Вот этим как бы... Вот этим и ограничились, да? Да. И ни один не болеет. А где это делают? Под капельницами лежат. Санэпидемстанция это дает им инструкции, это выполняет им? Для умывания детей вода подается к умывальникам через шланг из пруда, расположенного примерно на расстоянии 200 метров от лагеря. Это не ладно? В 70 раз больше тратим воды. Какой потребно? У нас водой очищенные огороды поливают. В 70 раз. Вот еще совсем уже ничего не думаем о людях. Но рано или поздно эти инструкции-то куда-то улетят, скажут, живите как можете на подножном корму. Ну ведь понятно, что не будет вечно так. С такими сокровищами так обращаемся. Так, Игнатий Тихонович, я вот вам озвучила. Да, да, я маленько озвучил. Вы от подписи подписывать будете? Нет, конечно. Ничего этого мы выполнять не можем. Это не к нам не относится. У нас лагерь Стан. Хорошо, хорошо. Объяснения какие-нибудь будете писать? Ну, я на каждый пункт могу дать объяснение. По каждому пункту. Люди, которые это составляли, они это применяли городским в городе. Храм подвезти, в Сепи что я подведу? Кто это видел из колодца? Как его подведу? У нас колодец, чистая вода. И те годы никогда не было по-другому. Санэпидемстанция Крывая приезжала. Пили воду. А говорить, что подвезти ее, об этом даже речи не было. Это новая инструкция. Игнатий Тихонович, ну сейчас же на дворе 21-й век. Ну я вам сказал, что никогда этого не было. Это можно, знаете, написать. Он говорит, знаете, я могу любой ресторан закрыть. Провел, говорит, вот так, внизу, говорит. Пыль, все, закрыл. Ну а да, что, коррупция, взятка. Чтобы не закрывали. Ничего это невыполнимо и не нужно. Вредно. Мы живем, у нас чисто. Дети здоровые. Вот единственная норма. Мы молимся. По утрам святая вода дается. Освящение, молитва. Вот что освящает. А это не помогает. Везде болеют. Только сообщают, это 96 под капельницами дети опять лежат. А у нас ни одного нет под капельницей. Лучше доказательство, это результативность. Мы можем что угодно написать, как сеять пшеницу. Но если у нас 14 считается урожай, а во Франции 65, то больше доказывать еще не надо. Я думаю, что надо приглядываться, как у людей. У нас нет больных. Вы должны свои нормы под нас подделать, а не мы под вас. У вас больные у нас нету. У вас гибнут, у нас не гибнут. Любому здоровому мысльщику понятно. Вы делаете это за зарплату пишете, отчетность. А я просто, просто я люблю свою страну, люблю детей. И сделано все. 44 года ни одного больного. Какое доказательство? 44. Вам, может, и возраст такого нет еще. Какое доказательство? Никакой нормы не надо. Мы с нами знаем, на язык попробовали. Чистая вода, хорошая, понюхал ее. Люди купаются в пруду 200 лет. Никаких норм. А то без них мы не можем купаться, воду пить. То есть мы такие нужные, что наш штат еще расширять, как Солженицын говорит. Это я-то отлично так все понимаю. Это необходимо. Необходимо для тем, кто не работает. Показать, что они нужны, и без них, кажется, не пукнуть, не пукнуть нельзя. Плохо это. Инструкция одна, в сердце заложена любовь. Здоровье. Наша мама десятерых детей воспитала. И в этом пруду купались. И воду пили. Пили, когда фуражкой почерпнешь, там был каражки. Она протекает вода вот так вот пьешь. 19-19. И ни один никогда не болел. 20-19. Вот пруду. 70 лет у детей состарел. Многомойкие. Я могу написать, что инструкции эти вредные и ненужные. Можете записать это? Ну подожди, сейчас в присутствии понятых вот эти все документы, а потом тогда либо попросить кого-нибудь, чтобы сходили, но ты-то никуда не пойдешь. То есть вы немножко спрогнозируйте ваши действия в дальнейшем. Ничего этого не будет выполнено и невозможно. Ваши действия в дальнейшем какие? Сейчас, подождите. Что-то ожидать, какой-то пакости или успокоимся на этом? Мне хочется узнать просто. Я только сейчас говорил, мне кажется, от Путина было дано указание не давить, а дать рекомендации и на этом успокоиться. Кто-то может выполнить, кто-то нет. Я только сейчас сказал об этом слово. Неужели ошибцы? Вот придет время, когда люди будут считать за нами это и скажут, бросьте, в институт дураков, да вы что в самом деле? Да можно ли это было писать? Писали, работали, приходили после этого, расписывались и рука не дрогнула за получку свою. А что сделал ни одного? Я конкретно показываю, тысячи детей прошли. Не рублят государство, ни один не заболел. Не это или самое главное-то. Которые служат в армии, ни одедовщины нету, разводов нету. Ничего это нету, сделай мою норму. Я не могу, вы предписали это не мне. В Китае другие нормы, в Турции другие. И люди живут. А цыгане вообще норм не знают и не болеют. Для них нет никаких инструкций. Остановились, пьют, едят. Ни один не болеет. Но мы не цыгане. Но мы же живем в правом государстве. Надо людей закаливать, как Иванов говорил, в Порфирии. Сейчас вышли 6 томов реабилитированных, расстрелянных, невинных людей. Проходят годы и теперь начинают. Это точно та же история будет. Но сегодня нельзя расстреливать. А вот мы прижмем, детей не будет. Я, допустим, не выполняю. Дальнейшие действия какие ваши? Что я могу ждать? Скажите. Вот дальнейшие действия. Протокол об административном нарушении на юридическое лицо. И протокол о временном запрете. Завтра эти документы, они попадут в суд. Ну дальше, дальнейшие. Какой ход? Будем с вами встречаться в суде. Ну дальше, я отказываюсь от встречи. Все. Больше всего не придете. И на этом закончено все. Дальше что? Ваши действия дальнейшие? Прогнозируйте события. Мы будем с вами встречаться в суде. Ну в суде будем встречаться. Дальше суд-то что будет решать? За что судить? За что? За то, что детей взял бесплатно кормлю? И они целые, здоровые? За это? Условия вы должны, Игнатина, условия вы должны детям создать. Я создал условия, каких у вас нигде нету. Дети здоровые, веселые. Это ваше мнение. Какое мнение? Они здоровые? Это не мое мнение. Вот это надуманное все, кабинетное. Вода должна исколоться. Я сейчас где-то шланги пойду покупать. Сделаю мощный насос. Ни один насос не докачает. Чтобы воду здесь из краника получить. Ну да даже дураком не назовут. Это уже надо совсем быть опалоумевшим. Ну зачем вы так говорите? Я говорю так, как пишет Нихипелов. Это не мои слова. При Хрущеве, как было сказано, у нас нет политзаключенных. Есть психически нормальные. Генерал Григоренко, Петр сразу психушку. И пошли подряд все. Тут ничего нельзя сделать. Государственная разнарядка, куски мыла. Кусок мыла это человек. А другой сделает еще больший запрос. Мы живем в свободной стране. Эта свобода кончится очень быстро. Об этом говорит Владимир Борщев-Жириновский. Другие будут. Говорит священник Дмитрий Смирнов. Люди, люди, которые лучше нас. Которые ни одной этой нормы не знают. И они здоровые. Эти азиат и китайцы приезжаются. Они вообще этого не знают ничего. Чтобы друг друга мучили, добили. Мы колодец таким трудом выкопали. Сколько людей здесь задействовано было. А нельзя пить. Мы купаемся, радуемся. А нельзя купаться без меня. То есть у него пищать не поставлю. И ты не имеешь права купаться. Ну где это обидно? Кто вам это озеро отдал? Я пруд делал. Вы его не делали. И мне запрещаете купаться. Даже безумие. Вы никакого отношения к пруду не имеете. Мы не запрещаем вам. Не запрещаем она. Я могу показать на дорогу. А ту дорогу, по которой едете, мы делали. Мы оттуда не вылазили. С утра до ночи бились. Вам бы не проехать в прошлом году. А нельзя делать. Не такая щебенка. Тут можно что угодно писать. А дают уставы, а сами, может, лба не перекрестили безбожники. У него ум-то поврежденный. Живет одним моментом, лишь бы нахапать больше. Куфаев, коммунист первый. 450 миллионов. Горбанул и посидел. Первый секретарь рекомы партии Мамонтовского. Ладно ли это? А это сколько лет руководил всем народом. Учил. В милиции возьмите. Кто бы не был главным там. Пуга, где он? Ежов, где? Где Берия? Самые главные милиционеры все расстреляны. А почему? На их совести тысячи миллионов. А у нас наоборот. Привозят детей, которые совершенно... Родители не знают, что делать. Они почему везут-то? Все, он побыл в лагере, мы ничего не можем с ним сделать. То есть прогноза никакого нет. У меня 2 августа ни одного ребенка не будет. И все. Бумаги зависят. С меня вы ничего не возьмете. Все это лишнее. Я вам просто на память хочу сказать. И когда-то придет время, вам самим будет стыдно. Что же мы делали? Кого мы душили? Живут люди счастливы? Бога благодарят. Все сытые, обутые, одетые. Нет ни наше новое. Да вы их написали в кабинетах. Их написали для того, чтобы выжимать деньги. А коррупция сейчас полмиллиона положил. Все кончилось. Делай, что хочешь. Это везде такое. Самый коррупционный край в Российской Федерации. Алтайский. Я что должен думать? И самая маленькая зарплата. И самый богатый край. Это такой нонсенс. Вот конкретно. Вот у меня дети. Я их не знал. Вот сейчас только привезли мальчика. И что? А у него нет справки. Мать, да какой? Вот справка. Вот он написали. А нет, не может. А как же это не может? Водички с пруда можно набрать у вас? Свободно. Хоть сколько. Искупаться можете. Да нет, искупаться. Кто нас сопроводит? А вы были там, знаете, дорогу. Может кто-то еще в этом будет? Да вот из их пачка было. Это все надумано, что сейчас делается. Ломаного гроша не стоит. И в молодых инвестиционерах безнадействовали. А вот это время преступность. Ты сразу возьмешь вместе с этой. А ты приехал свободно. Вместе с этой. Прям наберешь это. Да, чтобы отдельно не снимал. Ага. Как это так? Давай не берешься. А были бы все верующие вы. Да разве бы это было? У нас брали здесь все эти анализы. Приезжал не кто-то. Зам. главы администрации. Выше 3-го района. А вы скажите. Вот в таком состоянии оно сколько лет уже? В этом состоянии оно не было. Мы в палатках просто были. В палатках, да? В шалашах. В таком состоянии примерно 25 лет, как Потеряевка начала строиться. А вы вот не хотите вот как-то улучшить эти условия? Не возможно. Почему? С удовольствием. Мы обращались с богатым людям. А нету? Ага. Совершенно не на что. Вот она прислала. И она не может за ребенка заплатить рубля. Я вот должен где-то. Я первую пенсию получил. Сразу хлопнул где-то. Молоко не на что купить. Не хочу. Хочу. Но где? Вы дайте свою зарплату сюда. С удовольствием приму и поблагодарю. Скажу, Алла молодец. Она заботливая. Не хотели бы. А тут страшиться нечего. Мы к этому привыкли. Мы родились в бедности. Нет. Страшиться, собственно, никто не говорит, что страшиться. Но условия-то. Я еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас же на дворе 21 век. Но условия как-то маленькие. Это же труд, отдых и оздоровление детей у вас. Так все у нас есть. И труд, и отдых, и оздоровление. Это я понимаю, что труд у вас есть. Мы посмотрели на ваш огород. Оздоровление. Ну, оздоровление. То, что вы ходите босиком и все прочее. Но условия. А условия такие, что без денег мы этого добились. Мы ничего не можем глажить. У нас абсолютно ничего нет. Нечего надеть. Я забыл, когда последние брюки надевал. Вот он, я весь перед вами. Что я могу дать? У меня ничего нет. У меня портянки на 10 раз заштопанные. Ну, на кого вы нападаете? Вы маленько гляньте и ужаснитесь. Я делаю это для чего? Я сегодня сейчас брошу и уеду. Я не брошу. И мы закончим ладьи спокойно. Никто не говорит, что вы бросите уеду. И нам нельзя ничего сделать. Почему? Мы просим Бога защиты. Это нас люди молятся. Мы никому зла не сделали. Чего ради вы к нам? Потому что мы пока есть. Все остальные лагеря это гноняки разврата против нас. Я был там, видел, знаю, что делается. Их руководители приезжали. Оттуда дети приезжают и рассказывают, что там делается. Там говорить даже нельзя мерзко. А у нас этого ничего нету. Совершенно нету. Даже к девочке пальцем нельзя прикоснуться. Вам надо приезжать сюда, учиться. Как можно в бедности, в этой разоренной, обкраденной стране, 72 года работали в один день, олигархи появились, растянули в Израиль, в Америку. Разве это правильно? И мы детей учим жить в труде и быть счастливыми, быть довольными. Не роптать, не злиться. Ни на правителя, ни на кого. Но это остальное они придумали организации. Правильно пользоваться надо. Для городских это правильно. Но я в степи. Нет, ну подождите. Но я еще хочу подчеркнуть, что и для палаточного лагеря, и для лагеря труда и отдыха тоже есть нормативные документы. Да зачем они нужны, мне документы? Почему этих документов не было, когда отец пришел в фронт, а у нас 10 детей без руки. Мы босиком. Я пришел в школу. Подождите, это же тогда такое было время. Школу я пришел босиком по снегу. Школу, босиком. Я коров выгоняю. Корова оправилась. Я забегу в лепешку, стою. Ну где следующее оправиться? Где вы были тогда? Ну мы еще тогда не родились. У меня три дяди, раскулаченные. Подземелья жили. Вот родина мать вспомнила. Все артиллеристы, все погибли. Родина мать вспомнила о них? Эти дети ничего не имеют. Ничего. Мать не может довести даже сюда их. Я за свой счет должен договариваться и вести. Вы сами, когда кончится все это, катавасия, вы подумайте, где мы были, зачем я согласилась. Будьте мужественны, скажите, дожесть надуманная. Я не буду эти деньги брать, но ведь мужества не хватит. Муж будет долбить тебя, скажет, тебя поставили на это. Ну тебе какая разница? Совесть. Я бы даже минуты на этой должности не был. Как я могу приехать незнакомым людям, которые живут счастливо, поют песни, радуются. Неправильно, я тебе норму напишу, делай так. Так же нельзя делать. Но я же их не собственная голова. Понимаете, нас не надо учить. Учить не надо, потому что мы приспособились. Это как раз. Это Шойхет сказал. Они счастливы. Я спросил, скажите, Яков Нахманович, доктор медицинских наук, еврей. Скажите, о чем вы говорили, когда поехали? Кровая администрация была здесь, большая комиссия. Я сказал, первое, говорю, я сказал, мужики, я по-хорошему им завидую. Понимаете? Человек с мировым именем. В смысле вам, да, завидую? Он понял это. Мы ничего этого выполнить не можем. Это практически невозможно. Я обратился недавно в печати. Постройте, где-то олигархи есть. Два домика нам. Постройте. Где-то ни один не откликнулся. Никого нету. Вот эти деревья, столбушки, это все своими граблями, руками. Вот повесить веревочку. Я должен достать было это где-то. Вот что раздаем, это мы где-то гуманитарную помощь находим, получаем. Детишек одеть. Обудь. Я кручусь вот так, волка ноги кормят. Я виноват. Вы не хотите лучше? Хочу. Но у меня ничего нет. Мне не давали нигде работу. Только во внедомственной охране. Я 35 лет работал на стройке. А вы говорите, во внедомственной охране работали? У меня минимальная пенсия 6525 рублей. На все. На все про все. На интернет, на все. На электричество. Можно ли жить? Явно, что прожиточный минимум в 4-3 раза больше. А я живу, мало того, еще кормлю, еще живу детей. Я виноват. Вы сами думайте, ладно ли это перед Богом. Перед людьми можно считать себя. Я выполнила. Я подписала, закрыла. Ну, хорошо ли это перед Богом. Дети, вот они перед вами сидят. Вот они обедают. Я со стола сорвался. Все сытые. Вы посмотрите, вот сейчас у нас 12-го пост заканчивается. Уже по православной, это Петров пост. Что на столах у них? Что они готовят, стряпают? Сметана здесь. Какие пирожки? А, не так пирожки сворачивай? Тут можно к чему угодно придраться. Нет, ну никто не будет говорить, как они пирожки сворачивают. Вот она пришла сегодня, видели, младенец у нее, 4-месячный, с Хабаровска приехала. Она 8 лет у нас была в лагере. И она это помнит. Люди уехали в другое государство, говорит, а Россия, что осталось, помнить, это то, что были в лагере у вас. А больше ничего доброго не вспоминается. Мы людям даем надежду, что можно жить в бедности нормально, не воровать. Не воровать и не проклинать правительство, а молиться за него. Я думаю, что, я так, может, ошибаюсь в этом, думаю, где-то все-таки дрогнет что-то когда-то. Когда поймут, вот это, ни должность ваша не нужна, ни эти инструкции дурацкие, совершенно не нужны. Люди счастливы, ни один не болеет. Какое доказательство? Иванов доказал, можно на холоде жить. Доказал? Доказал, обливаться начали водой, закаляться надо. У нас дети живут в нормальных условиях, обуты, сыты, одеты. Рано встают, ищутся работать, посчитать родителей. Так, проводите. Это, что я говорю, это касается и вас. Я все слышу, спасибо. Придет время, вы вспомните, где вы были. Тем более, мы выставляем ролики. Мы никому не мешали. И мы не... До конца лагерь будет. И мы будем молиться. Вы уехали, мы за вас молимся. Господи, сохранись. Наша задача такая. Мы христиане. Мы поэтому... Вот я... Они снимали, а там пришел подполковник. И там, где костер-то у нас. Как они зашли вот так вот со всех сторон МЧС. Ни одного слова. Какая яма, какие ярусы, как сидят люди. Как дети увозят туда разную стружку. Все как зажигает. Это даже воображение. Ни слова. Повернулись и пошли. Почему? Там труд. Огромный труд. А всего ничего. Вы куда ни поверните, посмотрите. Мы их делаем совершенно невозможное. Потому что это нельзя в такой нищете жить. Она прет буквально из каждого угла. Вот эти кривые называются слеги. Дальше глиной замазали, шифером покрыли. Где вот эти вот? Ну вот дальше, которые. Вон дальше. Это кельи женские. Вот там не были. Вы мужские зашли. Мальчиковы, а там женские. Но они же такие же точно. Они же точно такие же, как мальчик. Такие же. Одни досками. Тут уже мы разбогатели, доски достали. А те просто вот эти кленовые, кривые, вот такие вот. И застелили ими. У нас прибить гвоздя нету. Ржавые гвозди выдергиваем, ходим. У нас вообще ничего нету. Еще с нас спрашивают. Все загорожено. Безопасность создана. Шалаш. Детям интересно. Это же экзотика. А пожертвования у вас? А? А пожертвования у вас? Какие? Где они? Ни рубля сегодня нету. Что? Из ваших же кто-то говорит. Нету. Где можно было, там уже все истращено. Ведь это немалое дело. Ребенка приедет. Она мать сегодня вот приедет. А как я с ним буду обходиться? А почему она его прислала? Я даже не ознакомлен. Потому что он был где-то в каком-то лагере и научился только к дому. Она заранее мне звонит. Ну возьмите. Я говорю, как я возьму, когда меня атакуют со всех сторон? Ну возьмите. Я слышал, что у вас дети меняются. У вас же все равно. Ну хорошо, давайте. Размещаем. Что ваше предписание невыполнимое. Ну зачем же было все это делать и затевать? Оно невыполнимо. У нас ничего нет. Ну не буду же я в деревне мой колодец и оттуда тянуть шланг, чтобы выполнить человека, который не знает, где мы находимся. Инструкция есть. Ну нельзя же так на это смотреть. Обязательно так на дороге есть 70 километров, 35 где может ехать. А заехали мы в Грецию, там написано сразу 120 километров. У нас ни одних шоссей нет. Есть велосипед колесо и КамАЗ. Но нельзя на велосипед наваливать 3 тонны. Вы на меня навалите то, что я велосипед для вас. Как можно навалить, когда я не могу ни выдержать, ни сопротивляться. У меня нет прав, никого. Что тут не понимать-то? Даже возьмете анализы. Пусть они даже будут ниже. Какие у вас там нормы есть. Какая-то там в пруду обязательно что-то есть. Но откуда? А только от Бога. Вы протестуете против Божьего. И как мы поддержим? Мы радуемся. Ныряют, учатся, купаются. Каждое утверждение плавают. Что можно на это сказать? А этих норм, знаете, написать? Можно бесчисленное число. Я могу сейчас написать вашу машину, она приводна к действию. Разбираясь маленько. И соответствует этой норме, этой. И заблокировать здесь. Если бы были связи, так я бы сделал это, чтобы вас проучить. Но это не нужно делать. Мы русские люди, мы должны помогать, а не подыскиваться и блокировать его. Вот дети, все здоровые. Это люди, которые работают. Это волонтеры. Ни один не получает ни копейки. А почему? Они услышали в интернете. Вот я сказал, у меня ныщет затруднение с обслугой. Сразу два человека откликнули с Алмата. Я говорю, мы кого попало не принимаем. Рекомендация от священника нужна. Видите как? Вот мы ее знали, Катя, она крещение принимала. Хакаска. Вот она сейчас приехала. И надо обдумать, как ей дальше. Я не могу даже самое малое что-то дать, чтобы человек поддержал себя, вернется. Мы в прошлый раз здесь сажали картошку. У меня работали девчонки, платочек не на что купить. Так приехали, картошку за бесценок сдали, там где, на склады. Ну, торговая организация. И тогда маленько что-то купили им. Вы даже не знаете, как мы тут перебиваемся. Все. Вы только себя не мучите этим, что не получается. Ничего мы выполнить не можем. И мы будем существовать. Не убивайте. Это ваша должность, говорится, собачья такая. Больше ничего не сделаешь. Укусить. Но мы-то живые люди. Мы за вас молимся. Потому что система уродует человека. Я свободен, я прожил в свободе. Меня ни в тюрьме не сломили, ни в лагерях, нигде. Я пять тюрем прошел. И поэтому разговариваю, вы маленько обращайте внимание, с кем говорите. Я не изоупрямца, из-за того, что это дети мои. Мы, естественно, увидим, кто перед нами стоит. Я хочу, чтобы было всем хорошо. Вот сегодня только СМС бросили. Мальчик, из-за которого приезжали. Отец сказал, вот ему поручил отправить в Москву. Отец не может. Заболел или что-то. А там его получат по документам. А вы как-то отслеживаете? А? А вы как-то вот отслеживаете? А как же? Доставили мальчика? Или он доехал? Сразу СМС выходит, он по скайпу. Вот сюда прислали. Вот Сергей Павлович его встретил, наверное, в марапорту. То есть вы интересуетесь? Ну, там какие документы требуются, что именно он. Вот сейчас из Канады приехали, он вышел, держит над головой. Королев, подойди сюда. И они сразу видят, кому подойти. Ну, порядок такой. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. До свидания. Спасибо. С Богом. Хорошо, что вы прибыли, маленько что-то узнали, услышали. Ну, конечно. Душа-то одна тоже. Мы же ведь не знаем, не вовсе нет. Все мы помирать будем. Когда-то. Да, что мы ответим Богу. Еще раз спасибо. Спасибо. Продолжение следует...